Более ста социальных объектов в Ненецком округе будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету в рамках национальной программы. Оператором проведения работ в Ненецком округе по итогам электронного аукциона стало общество с ограниченной ответственностью 5G Wi-Fi. Сумма контракта составила 138 миллионов рублей. Средства на эти цели выделены из федерального бюджета Министерством цифрового развития связей и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доступ к качественному и стабильному сигналу интернета до конца 2021 года получат все социально значимые объекты на территории Ненецкого округа. Подключение к скоростному интернету станет возможным благодаря реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». В рамках национального проекта «Цифровая экономика» один из федеральных проектов, который называется «Информационная инфраструктура», заключен контракт с 5G Wi-Fi, это дочернее предприятие российского телекоммуникационного холдинга «Эртелеком», о подключении как раз к широкополосному доступу всех социально значимых объектов Ненецкого автономного округа. Их порядка больше ста. Это ФАПы, это образовательные учреждения, органы местного самоуправления, милицейские, полицейские посты и пожарные, и Росгвардия. Поэтапный план работ рассчитан на три года, начиная с текущего. Техническим заданием контракту установлены требования гарантированного и качественного доступа к сети интернет. Окончание первого этапа работ запланировано на октябрь 2019 года. К этому времени 26% социально значимых объектов региона будут подключены к скоростному интернету. Окончание всех работ ожидается в декабре 2021 года. В данный момент с исполнителями контракта ведется нам работа по поводу включения в перечень, потому что, сами знаете, логистика у нас сложная. Поэтому начнем, наверное, с более доступных населенных пунктов и города. А на 2020 год по зимнику пускай завозят оборудование, и, конечно, тогда села получат достаточно качественный, достаточно стабильный интернет, увидят разницу. Национальная программа «Цифровая экономика» тесно взаимосвязана с другим федеральным проектом образования. Проведение высокоскоростного интернета позволит до 2024 года обновить материально-техническую базу в 26 образовательных учреждениях региона. Это 23 общие образовательные школы в городе и на селе, а также средние специальные учебные заведения в городе Наринмаре. Основная цель проекта – повышение качества образования. С его реализации будут расширены возможности получения новых знаний для школьников и студентов. Новые технологии преподавания появятся и у педагогов. Так, например, в рамках реализации национального проекта образования в трех школах Наринмара будут созданы специальные центры под названием «Точка роста». Первые точки роста в регионе появятся на базе первой, третьей и пятой городских школ. В таком кабинете будет у нас развернут такой модернный кабинет. Здесь будет поставлено обновленное оборудование. Имеется в виду это современные ноутбуки, современная доска интерактивная. 3D-принтер. И вот в этот кабинет информатики он будет обновлен. Плюс к этому здесь будут зоны для занятий по БЖ и по технологии. То есть это вот такой очень будет, я считаю, новый кабинет, который позволит начать модернизацию образования, в том числе и на базе школы. Для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в 2020 году из федерального бюджета будет выделено более трех миллионов рублей. Это подготовка нашего подрастающего поколения к специальностям, которые сейчас все, скажем так, компьютеризируются, модернизируются. То есть мы говорим о том, что сейчас происходит изменение, наверное, трудовых ресурсов. И вот для того, чтобы подготовить детей вот к этому процессу, вот, наверное, все это и затеяно. Также в следующем году на реализацию образовательного проекта «Успех каждого ребенка» с созданием строящимся зданий молодежного центра детского технопарка «Кванториум» предусмотрено порядка 66 миллионов рублей. Обучение в «Кванториуме» будет способствовать ранней профориентации молодежи, позволит детям и подросткам овладеть широким спектром универсальных компетенций, востребованных на всех современных производствах. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».